МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олимпиада завершена. Рязанские волонтеры вернулись из Сочи, а лыжник регионального центра спортивного мастерства стал обладателем олимпийской бронзы. Ну а теперь обо всем по порядку. В пятницу митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин впервые широко пообщался с рязанскими журналистами. В ходе своей пресс-конференции он упомянул о важности совместной работы по сохранению в жизни общества христианских ценностей. Впрочем, отвечал владык не только на духовные, но и на мирские вопросы. Пресс-конференция прошла в Ильинском храме на территории Рязанского Кремля. Вопросов было много, коснулись самых разных тем. Митрополит Вениамин старался отвечать кратко, емко и, главное, искренне. Все-таки новый человек в этой сфере всегда вызывает большой интерес у общественности. Рязанская земля, ну она необычайная земля. Здесь очень добрые люди, здесь земля намоленная, потому что в Рязани много подвижников, святых, угодников, которые молят царя небесного о нашей земле, о нашем отечестве. Но это большой европейский город, солидного такого уровня, и меня это, конечно, порадовало. И я порадовался, что Рязань не отстает от тех строительных возможностей, которые имеют другие города, наверное, идет впереди. Владыка поделился своими впечатлениями о Рязанской епархии и рассказал о планах, которые хотел бы реализовать в ближайшее время. К примеру, была затронута тема состояния строений на территории Кремля. Что мы должны сделать? Это внимание к Кремлю. И также мы обратились в Министерство культуры с тем, чтобы нам разрешили сделать проект, и по проекту восстановить роспись в четверике Хресторождественского собора. Нам надо будет подумать, это не с одного дня все, конечно, о восстановлении той красоты, прекраснейшего иконостаса, который в Успенском соборе. В том числе у нас еще одна из таких проблем – это социальное служение, это молодежные деяния, это катехизаторские дела, миссионерская работа. Работа с молодежью, с нуждающимися гражданами, с пожилыми людьми, реставрация и восстановление памятников архитектуры, работа с Рязанской православной духовной семинарией. Всем этим владыка планирует заняться в первую очередь. Дел хоть отбавляй, но всему, как заметил сам митрополит, свое время. У нас большие проблемы. Сейчас, как никогда, мы должны обратить внимание на тех пожилых людей, и стариков, старушек, да на семьи, которые находятся в очень стеснительном положении финансовом. Вот вы знаете, я не знаю, как в Пензе, в Рязани я в Пензе очень часто посещал, фактически объехал все детские дома. И в деток фактически не было птичьего молока. Все было. А ведь масса людей, детей, живут где одна мать. Допустим, она работает библиотекарем, вы знаете, какая зарплата. А там двое ребятишек. А там еще больная бабушка или дедушка, за которым надо ухаживать. И фактически эти дети получились за чертой внимания всех органов власти. Я думаю, что мы должны взять все приходы совместно с отделом социального, социальным отделом голого-радориации, взять этих людей на учет. Помогать им. А также помогать тем одиноким старушкам, старикам, которые живут в своем доме. Вопрос о том, что во всех храмах Рязани вводятся единые цены на требы, прозвучал на злобу дня. Митрополит Вениамин успокоил журналистов. Ведь ни один священник не вправе отказать просящему в бесплатных духовных услугах. И озвучил свою точку зрения по этому поводу. Вы понимаете, заставить настоятеля я не могу. А вообще-то было бы прекрасно. Вы пришли, взяли свечку и какую сумму вы решили опустить в ящик для пожертвований. Это было бы, наверное, лучше. Но еще рано об этом говорить. Мы еще не доросли многие к такому отношению между верующими и общиной. Сейчас же владыка старается выстроить грамотные взаимоотношения с так называемой светской властью. Эта часть работы митрополита является, можно сказать, основной на сегодняшний день. Идти навстречу городскому и областному руководству, но и не давать в обиду церковь. Именно такого равновесия хочет добиться владыка. Я не смогу согласиться всем тем, что идет во вред людям, православным людям. Мы можем отпросить, мы можем говорить, и дальше мы обязаны четко заявить свою позицию. Все должно быть разумно. Но не шашкой и вперед. А все же таки надо осмыслить. Уже в понедельник начинается Великий пост. Естественно, что эта тема не могла остаться без внимания на пресс-конференции. Пост надо всем желать провести в мире, в единомыслии, с уважением друг к другу. Потому что если мы не будем уважать, не будем как-то терпимы, значит сложнее. Мы же сами накручиваем себя и уходим от Бога, уходим от благодати Божьей. Поэтому апостол Иоанн Богослов, который здесь на Рязанской земле очень любит, говорил всегда своим ученикам, дети, Бог любовь есть. Любите друг друга и детьми Божьими будете. Вот я желаю всем нам, рязанцам, любить друг друга, чтобы быть детьми Божьими. На этой доброй ноте Владыка откланялся, оставив о себе вполне приятные впечатления. Напоследок поздравив рязанцев с наступающим Великим постом. К другим темам. В воскресенье 23 февраля, в канун Дня защитника Отечества, завершились 22-е Олимпийские игры в Сочи. И завершились они триумфом российского спорта. Наши спортсмены одержали много замечательных, блистательных и запоминающихся побед. Мужская марафонская гонка на 50 километров свободным стилем стала по-настоящему исторической. Весь пьедестал почета завоевали российские лыжники. Причем бронзу завоевал Илья Черноусов, представляющий Рязанский центр спортивной подготовки. На следующий день после триумфа нам удалось пообщаться с его личным тренером, рязанцем Сергеем Пироговым. Домой из Сочи вернулись рязанские волонтеры. От их профессиональных навыков и умений во многом зависел имидж игр. Волонтеров в Сочи было не меньше, чем участников всемирного первенства. Сейчас эти ребята разъезжаются по своим городам, чтобы передать эстафету коллегам, которые совсем скоро отправятся на Паралимпиаду. Сегодня в нашей программе волонтер сочинских игр Наталья Копылова поделилась своими эмоциями и воспоминаниями из Олимпийского Приморского города. Вообще Олимпиада мне очень понравилась. Я думаю, что она прошла очень великолепно, потому что наша российская команда заняла первое место. И это, как говорится, впервые в истории Олимпиад. Обстановка была доброжелательная. Все волонтеры работали, все пытались помогать друг другу. Что касается спортсменов, то спортсмены в основном жили в Олимпийской деревне, они готовились. После соревнований они прогуливались по Олимпийскому парку. Спокойно можно было увидеть, с ними поговорить, переделиться впечатлениями, поздравить. Ну, вообще, что касается жителей города, то все радовались, особенно когда было награждение спортсменов. И российские спортсмены, которые получили первое место, россияне гордились этим, они пели гимны вместе под музыку. Когда мы присутствовали на соревнованиях, когда наш спортсмен Вик Уайлд занял первое место, трибуны просто взорвались овациями. Все приветствовали, все кричали «Россия, ура! Россия, вперед!». Это было просто великолепно, это был такой драйв, что я думаю, что это запомнит каждый человек, который присутствовал в это время на соревнованиях. 14 февраля мы вместе с другими волонтерами гуляли по Олимпийскому парку, и мы встретили олимпийского чемпиона Влада Антонова, который занял накануне второе место на Санках. Мы с ним пообщались, мы с ним пофотографировались, взяли у него автограф, поздравили его с днем святого Валентина. Мы пообщались с Вилей Хапусал, который приехал, чтобы поддержать свою родную команду. Недавно мы пообещали выяснить, когда же будет снесена злополучная постройка в центре Рязани, это на Ленина-22. Есть и соответствующее решение суда, и намерение приставов довести дело до конца, и владельцу строения отыскали, а на днях вообще затянули коробку баннером с изображением старинной усадьбы. И вот совпало желание редакции и стремление рязанских судебных приставов. В региональном управлении прошел брифинг по дальнейшей судьбе, ставшего знаменитым строением. Последняя информация о том, когда и за чей счет оно будет стерто с лица земли, в следующем репортаже. Этот дом вырос как гриб после дождя, быстро и напористо в самом центре города. С лета прошлого года незаконная постройка ждет своего сноса. За счет бюджетных средств, кстати. Правда, в дальнейшем их будут взыскивать с хозяйки строения. Но пока этот дом, как большой дорогой подарок, заворачивает в полотно, имитирующее старинное жилое здание. Скорее всего, эти работы будут проводиться, наверное, не в течение дня, чтобы не мешать движению транспорта. Как все согласуем, будем надеяться, что это будет в ближайшее время, то есть в течение марта-апреля месяца. Практика первый раз, но практика других субъектов Российской Федерации, да, такая есть уже. На примере олимпийских объектов, то есть при подготовке к Олимпиаде Краснодарский край сносил в течение трех лет за счет бюджетных средств. Производство в отношении собственницы здания было возбуждено в августе 2013 года. Между тем, она не выполнила указанные судом действия по сносу незаконно построенного дома и отбыла в неизвестном направлении. Затем дама была объявлена в розыск. Сейчас приставы установили ее местонахождение. 4 декабря она стала мамой и сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. При сносе самовольно возведенного строения, как одна из мер принудительного исполнения, это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Также наложение ареста на ее объекты недвижимости, любой собственности, которая за ней имеется, для того, чтобы в последующем можно было возместить все расходы, понесенные со сносом. На сегодняшний день идет процесс по составлению сметной документации на проведение всех необходимых работ. Затем последует целый ряд всевозможных согласований. По завершению всех процедур осуществится, собственно, снос здания. Вот так построить дом построили без всяких там бумажек и разрешений. А как избавляться от архитектурной ошибки центральной улицы города, так все затягивается до последнего момента. Таковы парадоксы российского законодательства. На этой неделе стало известно, что уголовное дело, отстраненного от должности начальника областного ГИБДД Александра Алфосова, а также его бывших подчиненных, обвиняемых во взятках в особо крупном размере, завершено и направлено к прокурору для утверждения обвинительного заключения. Надо сказать, что обвиняемые знакомились с материалом почти 9 месяцев. На их дорогостоящее имущество наложен арест. В зависимости от роли каждого, Алфосов, Ишинский и Тесленко в настоящее время обвиняются в совершении 34 преступлений, таких как покушение на получение взятки, получение взятки, мошенничество, а также незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Следствием установлено, что руководство областного ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых красивых номеров, а также водительских удостоверений за денежные вознаграждения. Деньги обвиняемые получали от сотрудников управления ГИБДД за общее покровительство и попустительство по службе. Всего фигурантам вменяется получение взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, в июле 2011 года Алфосов приобрел на свое имя диплом кандидата экономических наук, который представил в кадровую службу и Центр финансового обеспечения УМВД России по Рязанской области. В этой связи ему была установлена надбавка за ученую степень, которая составила около 13 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела следователями были допрошены более 500 свидетелей, проведены 17 судебных экспертиз. Следственные действия проводились на территории трех субъектов Российской Федерации. Объем же уголовного дела составил 81 тонн. Мера пресечения обвиняемым остается прежнее заключение под стражу. Криминальная информация поступала на этой неделе и от рязанских силовиков. Рязанские полицейские продолжают рейды по незаконным точкам продажи спиртного. На этой неделе недалеко от Михайлова стражи порядка изъялись частного дома с вывеской «Живые цветы». Полторы тонны спирта и более 400 ящиков алкогольной продукции известных брендов с признаками контрафакта. Как выяснили полицейские, вывеска «Живые цветы» была только ширмой. В доме на дворной постройке и гараже у предпринимателя был фактически оборудован большой склад с нелегальным алкоголем. Представленному у флориста ассортименту водки, текилы, коньяка, виски и вина позавидовал бы и хороший магазин. Зачастую акцизные марки отсутствовали, нередко они были с признаками подделки. В ряде случаев содержимое бутылок даже визуально вызывало сомнение в качестве. Вся данная продукция была маркирована акцизными марками, содержащими явные признаки подделки. В настоящее время осуществляется дальнейшее оперативное искреннее предприятие, при этом которых в отношении данного лица будет принято процессуальное решение. Он будет привлечен к ответственности. Также на этой неделе полицейские задержали черных лесорубов. Орудовали злоумышленники неподалеку от деревни Юзгак Адамского района. На выезде из лесного массива правоохранители остановили лесовоз с бревнами. Никаких документов на заготовку и перевозку древесины у водителя не было. После этого сотрудники полиции нагрянули уже на делянки. И на месте рубки никаких документов на эту деятельность не было. Работники ссылались на местного предпринимателя, по заданию которого они проводили вырубку. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений. Также на этой неделе рязанские спасатели совместно с полицейскими проводили учения по ликвидации аварии на железной дороге. По замыслу тренировки в результате ДТП с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда. В одном из них начался пожар. Пожарные расчеты, а также специальные бригады пожарного поезда погасили пламя, а спасатели эвакуировали пострадавших пассажиров, в том числе детей. Бригады медиков оказали первую помощь и доставили их в больницы. Также рязанские наркополицейские задержали в Михайлове семейную пару, которая устроила прямо на дому точку по продаже героина. По словам сотрудников УФСКН, наркотик они брали в Москве, а уже потом в розницу распродавали его в Михайлове. Примечательно, что организатор наркоточки к моменту задержания уже находился под следствием в связи с продажей героина. В конце прошлого года его освободили из следственного изолятора под подписку о невыезде, но на свободе мужчина тут же вернулся к прежней деятельности. Сбытчики были задержаны. Всего в ходе обыска в квартире, из которой велась торговля, а также в гараже, было изъято более 20 граммов героина. И пока шел обыск, в квартиру пришло порядка 10 человек, чтобы купить очередную дозу. Данные лица также были задержаны, дали объяснение в качестве свидетелей. В настоящее время в отношении сбытчиков возбуждено уголовное дело. Также рязанские наркополицейские уничтожили очередную партию изъятых из незаконного оборота наркотиков. В огне погибли 7 различных видов дурмана общей массой более 11 килограммов. Это и героин, и гашиш, и дезаморфин, и другие. По словам наркополицейских, в огне уничтожено свыше 22 тысяч доз вредоносного зелья. Уничтоженные наркотики были вещдоками по 28 уголовным делам. Герои старины далекой. В музее ВДВ открылась выставка, посвященная столетию начала Первой мировой войны. Между прочим, четыре бывших рязанских губернатора любовались творческими изысками членов региональной деловой России. В Рязанском музее ВДВ открылась выставка, посвященная вековой годовщине начала Первой мировой войны. Строго говоря, началась она в июле с 14-го года, после того, как сербский террорист Гаврила Принцип застрелил в сарай в австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Первая мировая война стала фатальной для целых четырех империй. Рухнула в 18-м году прошлого века российская, приказала долго жить австро-венгерская, ушла в историю османского, ей во след и германская. Мир поменялся, а его ждала менее чем через четверть века другая война, еще более глобальная и убийственная. Экспозиция выставки разделена на две части. В первой представлены фотографии воинов собственного его императорского величества конвоя. В него отбирались лучшие молодцы из террского и кубанского казачества. Воевало это элитное подразделение и с Наполеоном, били французов в хвост и в гриву. А в 1813 году в сражении под Лейпцигом казачий спецназ выручил государя-императора Александра I, спас жизнь царю-вседержителю. Воевали царские казаки во время Первой мировой, так что их летучие отряды вполне можно сравнить с десантными подразделениями, быстрые, внезапные и непобедимые. Вторая часть экспозиции полностью посвящена рязанцам, участникам боевых действий на полях Первой мировой войны. Вот что сказал на открытии командующий ВДВ России Владимир Шаманов. Как кавалер ордена Святого Георгия Победоносца, я сюда на две недели передаю свой китель, орден Георгия номер 6. Тоже как бы, чтобы могли посмотреть. Вот эта форма была в те времена дореволюционные. Сегодня форма командующего ВДВ, кавалера ордена Святого Георгия, ордена мужества и героя Российской Федерации, вы ее видите. На выставке в музее ВДВ представлены предметы из коллекции благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия императорского православного палестинского общества», а также старинные фотографии, образцы казачьей формы, холодное оружие. Рязанское начальство не только заседает, а еще и на выставках блистает. Выставочный зал Регионального союза художников принял экспозицию, называемую «Между прочим». Авторами работ стали рязанские предприниматели, объединившиеся под крылом общественной организации «Деловая Россия». Предприниматели – люди активные, со связями, что этот проект и подтвердил. На открытии собрались сразу четыре бывших рязанских губернатора – Лев Башмаков, Геннадий Меркулов, Вячеслав Любимов и специально приехавший из Москвы Георгий Шпак. Он, кстати, назвал выставку не иначе, как великим творческим праздником на Рязанщине. В экспозиции выставки под названием «Между прочим» присутствуют и живопись, и фотографии, и даже стихи. Особенным событием мероприятия стало приглашение бывших региональных руководителей. Таких посетителей, согласитесь, не на каждую выставку удается заполучить. Так что искусствоведам надо у бизнесменов учиться, как мотивировать зрителей прийти картины посмотреть. Сегодня хочется сказать, что это прослойка общества. Это самые активные, самые творчески одаренные, самые ответственные люди и большие патриоты. Патриоты России, патриоты Рязани, патриоты нашего края, патриоты нашей природы. Люди, которые зачастую видят то, что не видят большинство. Пришел на выставку и Вячеслав Любимов. Мне многие годы пришлось работать здесь, в разных апостасях. Ну и когда сегодня встречаю людей, они говорят, а как же ты вот никуда не уехал? Я говорю, а ничего. Я даже после проигранных выборов никому ничего не должен на территории Рязанской области, в городе Рязани. Об одном только жалею, что тех счетов на Кипре, о котором писали в газете «Утренний Рязань», оказалось, я обещал поделиться, оказалось, что эти счета никак не найдут, и денег тоже нет. Ну, видим, теперь уже все попало там под дефолт. Ну, это так, шутка. Я еще раз приветствую вас, уважаемые деловые люди всей Рязанщины, с этим творческим праздником. Завершил торжественную церемонию экс-губернатор региона Георгий Шпак. Дорогие друзья, сегодняшний праздник, творческий праздник, я считаю началом колоссальной работы по вовлечению в творчество всех наших людей на Рязанщине. От мала до велика. И сегодняшняя выставка говорит о том, что не просто надо сидеть и считать, сколько у тебя в кошельке, а и заниматься творчеством. Показывать пример для подражания молодому поколению. После официальной части бывшие руководители области смогли пообщаться в непринужденной атмосфере, ведь впервые в жизни они собрались вместе. На этой неделе стало известно о том, что почетное звание заслуженный врач Российской Федерации получил врач отделения 11-й городской клинической больницы Владимир Ломанов и Галина Лазарева, возглавляющая отделение областного кардиодиспансера. Событие для Рязанской медицинской общественности не рядовое. Вот и мы решили отметить его в своем эфире. С Галиной Лазаревой и ее пациентами общалась наша съемочная группа. Наши жизни зачастую находятся в руках врачей. О качестве их работы говорят самые различные данные и обстоятельства. Но звание заслуженного врача Российской Федерации говорит само за себя. Галина Николаевна Лазарева, заведующая консультативным отделением Рязанского областного кардиологического диспансера, настоящий профессионал и вдобавок красивая и обаятельная женщина. А недавно президент подписал указ о присвоении ей звания заслуженного врача России. Я очень горда и благодарна президенту за оказанную честь. Он подписал приказ о присвоении звания заслуженного врача Российской Федерации. Благодарна нашему губернатору Олегу Ивановичу Ковалеву, который поздравил мне телеграммы, нашему главврачу, нашей администрации, карди-диспансера и Министерству здравоохранения за оказанную честь. И думаю, что своей работой в течение жизни и дай бог еще предстоящей работой я оправдаю такое высокое доверие. За ее плечами спасение не одной тысячи человеческих жизней. А ведь помимо работы еще семья, дети и все нужно успеть. Но как бы то ни было, для настоящего врача его пациенты вторая семья. И люди это чувствуют. Я, конечно, очень благодарен врачам, очень. Все равно спасли жизнь. Говорят, жить и жить еще. Так. Хотя, как говорит сама Галина Николаевна, во многих случаях сердце нужно лечить не лекарствами, а ласковым словом и вниманием. Просто нас зачастую некому выслушать. Оттого и болит сердечко. Эту теорию подтверждают и коллеги Лазаревой. Выслушать внимательно, выслушают. И совет вам дадут, а потом лекарства. Красивая, обаятельная, сильная женщина, заслуженная врач Российской Федерации. Раньше про таких, как Галина Николаевна Лазарева, снимали фильмы. Возможно, когда-нибудь творческие, большого таланта люди вновь станут экранным примером, сменив, наконец-то, предельно надоевший кинокриминал и ненастоящее страдание героинь сериалов. И на сегодня это все, что мы успели вам рассказать. Желаем приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин